вич и гейминг стан тюбан 10 секунд вот так ну кп и неплохо минус джакира минус вайпер темп ларка появляется да то о чем мы говорили какой-то герой который может бюстом снести алхимика здесь на самом деле это трудно будет сделать алхимик будет толстым он не будет играть через рейдинс я понимаю он просто будет на стаках собирать денежки и тарить аганимы хотя возможно это и будет кросс рейдинс аганим на морфлинга репликейт дикий фарм и так далее может быть посмотрим посмотрим какой путь выберет алхимик пока не ясно ну что там парочка ласт пиком 10 спреем стоять и будет так себе потому что рефракшн будет постоянно слетать вич и гейминг нужен еще один саппорт отдан дай инга который будет неплохо охранять алхимиком что это может появиться это может быть это может быть это может быть он парам 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 может быть то ли он рубик в бане джакира в бане аппарата убрали рома еще у баунти хантера тоже не будет пока не ясно кристалл мэйден просто на реген маны пикается герой ну можно и так чему нет действительно то есть может постоять в лесу может фармить какие-то отводы поделать эти же отводы алхимику пока сама колбой фармит крупные стаки в итоге выбор интересный но тонковат очень тонковат для кого-то на эти сталкера дарксира темп ларки это просто корм что под щитком кристалл мэйден никак не спасается ждем морфлинга а у нас судя по всему реконект какой-то я так понимаю то что ждем лучше по моему проверяйте есть на стриме или нет мы ожидаем гирокоптера снова отваливается джиггернаут серия отвалов я надеюсь что там большое количество техников они тут же сейчас подбегут порешают все эти проблемы опять же всегда на лан эвентах первый день он ну не прогоночный конечно это будет грубо звучать но он такой который очень редко бывает без косяков то есть зачастую в первый день косяки есть они исправляются вспомнить тут же Наньянг в первый день еще комментировали там пауза отжимается игра продолжается да ну что пройдемся по составам анноун сток будет играть на Найтсталкере анноун скобочки гирокоптер гриди дарксир эсэр форевер темплар ассасиан и эсэл хас будет играть на винтер виверник как то так а у бьет эсэмка эсэмки шансов здесь никаких нет находит анноун очень агрессивный выход еще до появления крипов вот он забаунтеруна можно сказать уже выиграно пошли дикей зомби идет буковать получает войд есть здесь бернинг берник не хочет ссываться пошел щиток а Найтсталкер начинает нагнетать обстановку ну его отсюда наверное быстро выгонят что против джиггернаут он особо сделать ничего не может продолжает у нас а я там есть? да дорогие друзья проблема у нас технического плана почему-то не слышно колдетила в эксплите точнее в скайп он ко мне заходит я с ним как бы беседую но к вам он почему-то не залетает непонятно почему но почему-то не слышно все я Угу. Угу. так проверяем еще раз еще одна попытка возобновить нашу связь стало слышно вроде стало слышно но очень громко да не знаю у меня в наушниках нормально все 30 деспел туда понятно почему было очень громко слышно дан продолжается катка морфлинг отправляется на низ появится баунтеруна через секунду буквально забирать его конечно же алхимик 500 горман себе положил кстати топорик себе купил тут же выезжает нему ботал топорик чтобы не было проблем с ласт хитингом крипов ничего удивительного нет очень часто дарят алхимики себе этот топор 64 родной атаки это не так много вот стопором уже более ощутимо забавно что к нему выехал сапог а он даже не ботал себе купил он будет быстрый и смертоносный во первых топор во вторых сапог понимаешь какой ну да ладно в общем не сути я думаю на ботал он тоже сильно фармит если как бы это будет необходимо в принципе необходимость в этом возникнет по сути по деньгам пока у него с паркой небольшое отставание у с этим у него сейчас 244 монета да у нее 430 то есть учитывая что уже все потратил там и с нуля зарабатывал деньги что алхимик быстрее фармит особенность нему будут стакать м как стоит на отводах накидывает щиток дарксир новый пытается подзабирать крипов большинство все равно падает конечно в копилку к дс у хрэй этого night stalker поэтому выход на него никакой не сделать это сто процентов ну и кирычу тут трудновато конечно стоять против зомби плюс морфинга убить очень трудно слишком живучий морф зомби тоже очень себя неплохо чувствует когда падает парой тройкой дикеев ну что ты ему сделаешь ну как-то да ну в принципе есть возможность там гирокоптером порастреливать если там или муж совсем хотят потом первого пока левела только может рокет бараш предложить противнику а зомбак то продолжает накалять там эту обстановку то дикей за дикеем за дикеем за дикеем наверху тем временем тут просто прячется stalker и ждет момента для какого-то врыва там ну хотя куда он будет рваться непонятно скорее всего просто там на мид побежит руну может быть подконтролит и тогда должен делать то же самое ну и самая интересная стычка у нас должна быть по сути в мидве но тут пока алхимик очень сильно проигрывает мидл 12 на 5 у темп лархи против 5 на 0 здесь куча днаев куча ласт хитов у супера огромные проблемы качается он через второй асид спрей если у него не будет стаков в лесу он этот лайн проиграет очень сильно приходит к нему зомби понимает что его одного оставлять здесь нельзя же здорово играет темп ларка здесь молодое дарование из перу никак не уступает азиатскому гранту то что он в медиан чувствуете пока просто великолепно у бернинга 11 крипов за ним не убила то но тут вовремя филарит подошел да ну на шестом уровне алхимику станет попроще вопрос как дотянуть до этого шестого уровня работает аура цемки это дикий бонус конечно можно чаще кидать и сид спреи поэтому все кольцо регина что это будто танк вилки это и сидит к нему сейчас вообще непонятно что это будет наверняка рассчитывает на плотность там на то что доживет он до ультимейта плюс баунти руны которые тому еще икспулинку буду давать и таким образом не слишком серьезно в итоге проиграть хотя сейчас смолдата его потоварила и очень-очень супер неприятно но с другой стороны у него тоже есть минус арморы быстро он рефракшн сжигает поэтому темп ларка вот только сейчас его использовал сразу он сгорел но на дэмэж то остается то заряд даже целых два да тут факт в том что алхимик не фармит вот в чем самая большая проблема то есть очень много динает темп ларка очень много добивает 26 на 11 уже крепится алхимик в это время имеет 12 крипов это очень-очень мало для 4 минуты то есть алхимику нужно идти просто сейчас тоннами стакать маленьких крепочков что он потом с 4 медальки приходила разгонялся какого-то ультра быстрого радианса здесь явно не будет вот так думаю займется кристалл мэйден или там другой вот он тайнк может заняться этими стаками а моя главная часто что ручь началась так и можно ожидать какой-то активной я знать сталкера продавал он себе не взял сален снова ладно сален понеду то есть вот на двоечку прокаченные дома для довольно немало сейчас можно берлинга под напрячь заходит очень хорошо заходит ну а где же вот он просто варту бил и убежал но будет решил не давать может быть понял что там у джагернату мгновенный конскоинт он там быстренько вертушек актом парка начинает разминать фенриера есть трэп а фенриер подхилился пошел под вышку очень больно забирается не делать второй фраг ребят из-за но он пошел стан и сид спре нет поэтому там парка скорее все уйдет не в его случае еще есть melt она решила еще и потягаться не ури фракшен 4 секунд отгоняет и супер а тут у солны кинцать на топе . продолжается есть фьюри погибнет скорее все сдох добью ты бёрнинга бёрнинг просто убегает да не получится его убить через 10 секунд че и будет хилен кварт но он быстрее сбегает на базу вернется тп пусть м к здесь это время по x пицца или решил остаться решил остаться не хочет тратить время давать экспириенс м кем чтобы и не помешал он может вар детский поставить сейчас так и делает и отхиливает оценка может сделать тп куда-нибудь есть или пойти отводик замутить потом скорее всего будет делать отводы мое нападение нет не нападение пока что на морфинга напали но ничего такого не произошло хотя просто за того расстреливают но тут спокойненько улетает в центре же вернулась этом парасе но есть у нее помощник на и сталкер пока они не готовы нападать на супер а или готовы обходит а уже готова готова но есть вижен естественно сталкера вордецкий стоит поэтому пошла колба после сюржа это очень важно но колба первого уровня поэтому она длится очень маленькое количество времени всего полторы секунды удар кирс все равно смог смотаться там никаких больше нет было бы кубу вот третьего уровня три секунды если вовремя кинуть что можно как-то и подщемить алхимик выдвигается на ботом повезет ли ему с баунте роны довезет на баунте рону получает 300 не полотно точной по крипов сейчас получил собрал все соул ринг такой ринг вот там уже выходит и заметили вот ультимейте мэрина ультимейте разряжается в парочку но нам был дают вы как больно то еще и пайпли прилетает сюда так что парни просто убегают согрев на себя по переводчикам в это время на ботами ставится там по есть погоня за и верный айс 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 больно ему и айс айс ну качка подключил подхиливает его зампак верно верно погибло парал делает айс 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 и Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Друзья, у нас в общем проблемы со стримом, но в DotaTV, если вы может быть слышите меня, то тогда я для вас продолжаю комментировать, что здесь происходит. Субтитры сделал DimaTorzok И что? Что? Балуется, балуется, балуется. Просто Топор Ассасин с одного удара забивает Crystal Maiden до смерти. Ну что ж, 6 на 4 такой вот у нас счет на данную минуту. И за руной Инвиза вылетела Вивернет. Это еще и чекает Рошана. Руну решила оставить кому-то другому. А тут у нас Погонин, да, замедление на Финрира и Мелт. Слушайте, ну такие прям жесткие удары у... О, Кландайенга. О, Кландайенга. Руматор Прог vital О, Кландайенга. Руны Продолжение следует... В общем, друзья, у нас проблемы, и проблемы им погоняют. Тут супер пак фармится с зомбаком, причем они чужой пак формят. Ага, не дают. Саленс повесили на Айс Айс Айса. Окей, подхиляли Айсу и Джаггернот пришел всех забирать. Окей. Так, кому же достается дракон? Дракон достается от Эмплара Ассасин, как это ни странно. А тамба просто пропала. Ну и все в разные стороны разбежались. По деньгам, заработанным, в общем-то, мы видим, что как бы там не были плохи дела у Алхимик, а он свои деньги поимел. И у него 5400 примерно на уровне. Тамблар Ассасин, 3800. Это сейчас за Сакридом там подлетает Курьер. Опа, Джаггернот там где-то зарезал Дарксир, но, видимо, через ультимейт забирал, потому что вот сейчас как раз в кулдауне находится. Кулдаун находится не в кулдауне. И, 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 но здесь ничего. Просто фармит у нас пирокоптер. Просто, а тут погоня, тут погоня, тут хотят кого-то найти, но чувствовали это Вич и Гейминг, соответственно, отступают, убегают, уходят. Не дают возможности противнику как-то реализовать. Ну, вот этот выход. Так, тут есть иллюзия герокоптера, ну, будь правильно сказать, это репликает герокоптера. Салис на Фенриде, поэтому не спешит он ринуться к лотовбой. Там алхимик это взрывался в кого-то. Ну, нет, алхимик жив-здоров. Ну, и так вот затягивается у нас немножко игра. Ну, не то, что посмотрите, затухает, вот затухает парни. Вначале подрались по фрагам, там поразменивались, вышки ни у кого не удалось забрать. Ну, то есть ни одна, ни вторая команда ничего не забрала. Так вот заходит, опасно там, мэлт, еще один удар. Ну, сразу же колбу получает в ответ, и еще и тут зомбак-то подходит. Тем временем на руне, точнее возле руны Айсайсайс встретил морфинга. Айсайсайс готовит какую-то западню. Посмотрите, сколько у него силы, 75 плюс 8. То есть он явно нацелен на то, чтобы оглушать противников. Видите, оглушение 2 и 25 на втором левеле адаптив страйка. Ну, это, в принципе, неплохое оглушение. Так, 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 вот он мэлт, и мэлт удалось заявить вейформом. Саленс получает, хорошо, ультимейт по Айсайсайсу, и колдаун туда залетает, его подхиливает, Забак, но все-таки дэмут же слишком много, слишком много дэмэджа. Тэмпларк тоже товар подополучала, но не погибла, отступила назад. Ну, сейчас самое время для того, чтобы попробовать товар тут спушить, просто потому что здесь много крипов, и противник имеет на одного героя меньше. Так, у нас на руне драка Джиггернаут. Ну, если бы он сбил рефракшн, можно было бы попробовать дать ультимейт, будет у него просветка, но нет, ничего такого нет. В любом случае, в любом случае, ждет сталкер... ...кого-то персонажа, который неосторожно поднимется на хаграну, то никто туда не поднимается, и... ...некому его убивать. Хотя тут его просто обходит алхимик, посмотрите, стоит рядышком, он фармит, такая забавная история. Нашел, хорошо, вот, где Сайленс, Сайленс сдал, все, взорвется алхимик сам в себя, и взрывается, может, может и погибнуть, и, да, и погибает, вот так вот. Но Джиггернаут, ультимейт сразу же дает в лицо, но вот виверно подхиливает, Джиггернаут раскручивается, и можешь же-таки его запилить, да, запилил, потому что магический дэмэдж носит вертушечка, а она промракшена в зомбаре, очень страшный, но драться с ним уже никто не хочет. Ну, в итоге один в один размен, да, но какой-то размен саппорта на героя центральной линии, и это очень удобный, разве тут еще и погоня за Бернингом, точнее, не погоня в Бернинг просто не знает, что там, Кларка бегает с Рунойн Виза. Так, так, Майн Геймс, есть Мидас, кстати, у Айс 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 Айс, а Бернинг на Варде, ну, Бернинг там, в принципе, так было видно, так что не страшно, Вард, Вард и Вард, начал уже Мидас приносить какую-то небольшую прибыль. Так, а Crystal Maiden, что пока, ну, как-то такие начальные артефакты у Crystal Maiden, давайте посмотрим, в принципе, по графикам. По графикам неплохое преимущество было у Аноун, ну, как бы, не то чтобы неплохое, но в принципе было, но за последнее время по надворцу оно достигло, составляет всего лишь тысячу, что не является преимуществом. полторы тысячи по XP, кстати, ведут Вич и Гейминг. И вот появился уже вожделенный на 15-й минуте Радианс у Супера, это, конечно, не на 5 минут позже, чем там прям супер-супер быстро Радианс, но, тем не менее, Радианс есть, можно начать фармить Монта Стайл. Можно быть уже более полезным для своей команды в плане от пуша линий, ну, если этим собирается заниматься Вич и Гейминг, или можно просто пойти драться, в принципе, Миссы там работает, можно какой-нибудь Т1 Тавр забрать, вот тут найти кого-то, смог же не зря прожали, можно забайтить на Айсай Сайсу, у которого уже 87 плюс 8, 95 силы, и третьего левела Adaptive Strike на 3 секунды он уже оглушает, так, Кристалл Мэтт пытается замедлить, но не достает немножко, но от этой строки есть на 3 секунды, вот она еще и колба сверху, окей, очень больно, очень много колда, о, хорошо, хорошо, там уже ультимейт от Фай, отлично, там бас стоит, нельзя здесь драться, но Морфинга все-таки потеряли, под тамбой заходит, Т2 Т2 Т1 Т1 теряет очень много всего, окей, Джигарнад распрыгивается, теперь надо бить, теперь надо отступать, есть стеночка Фай, очень много демэджов Фай погибает, Джигарнад раскручивается, Хочешь там забрать Тупарасасин, молодец, мол, да, просто она его казнит, вот так вот, минус 4, получилось, оказалось бы, все неплохо, так начиналось для команды Вичи Гейминг, и вот так вот пошли еще и за супером, и супер сейчас, супер, посмотрите, супер, супер погибает, да, Golden Brace на Катара, для того, чтобы отхилить того, и в итоге получилось, что выход, который запланировали Вичи Гейминг, закончился провалом, для них 14 на 7, потеряли они всех своих персонажей, и вот мы можем посмотреть на файт, нет, мы не можем посмотреть на файт-рекап, потому что это немножко не тот файт-рекап, но, как показала практика, громкое имя не означает процентный шанс победить, потому что еще и Рошана сейчас заберут, а Ноун, то есть забрали пятерых, забрали вышку, забрали Рошана, это супер буст для экономики, там уже на 4, вот было в нулях, нет, тысяча была там, на 3 пищи скакнула, я думаю, скакнет еще там где-то, что-то, да, дорогие друзья, мы сломили тут небольшой блюз-крин, которого мы купили максимально быстро, а не в неполадке, но сейчас, мы должны вернуться на ладжище, да, правда, надо, наверное, нас, что-то, что-то, нас, что-то, Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok DimaTorzok Daya's middle tower is under attack Radiant's bottom tower is under attack Daya's structures are fortified Radiant's bottom tower is under attack Radiant's bottom tower is under attack Radiant's middle 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 tower has fallen Radiant's middle tower is under attack Daya's middle tower is under attack Daya's middle tower is under attack Daya's middle tower is under attack Radiant's middle tower is under attack Daya's middle tower has fallen Radiant's top tower is under attack Radiant's top tower is under attack Radiant's experimental tower is under attack Radiant's top tower is under attack Raha's middle tower is under attack Radiant's top tower has fallen Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok DimaTorzok Субтитры DimaTorzok 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 Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok DimaTorzok Субтитры DimaTorzok DimaTorzok